Всем привет, с вами Orbex, а в этом видео мы сделаем красные шарики с фильма или книги Оно в Блендере. Если у вас нет этой замечательной программы, то её можно скачать на официальном сайте. Ещё в этой программе можно создать модели для Roblox Studio, например. Давайте зайдём в Блендеры и первое, что мы сделаем, это удалим куб. В это добавляем Ecosphere и в левом нижнем углу увеличиваем полигон, чтобы придать нашей модели более круглую форму. Кликаем на Shade Smooth для сглаживания острых углов сферы. Обычно воздушные шарики не совсем круглые и у них вытянута их нижняя часть. Поэтому заходим в Modeling. В этом параметре есть почти все инструменты для моделирования. С помощью этого разноцветного квадрата в правом верхнем углу мы легко сможем передвинуть камеру и выбрать центральную нижнюю точку сферы. Если мы просто будем двигать её вниз помощью инструмента Move, у нас ничего не выйдет. И для того, чтобы у нас притягивалась вся нижняя часть вниз, надо включить данный инструмент. И с его настройками по умолчанию мы двигаем нижнюю точку нашей модели вниз. Ещё обычно у шариков есть вот такие концы, где их завязывают. И для создания чего-то подобного мы добавим конус. Увеличиваем количество его полигонов так же, как мы делали со сферой. Добавим Shade Smooth. Теперь нам остаётся только уменьшить наш объект и нормально соединить его с шариком. Чтобы шарик нашего клона выглядел ещё лучше, нам следует создать верёвку. Или ленточку, за которую держат шар. Добавим Circle, который послужит началом нашей верёвки. Английской буквой I, ну или инструментом в левой панели вытягиваем, а буквой R на клавиатуре поворачиваем. Начинаем моделировать. Готово, но я забыл увеличить количество полигон в начале для сглаживания острых углов. Поэтому в окне модификаторов добавим Subdivision Surface и подкачаем настройки. Ещё этот способ хороший, потому что у нас округлились концы верёвки. Уменьшаем ленту и подставляем её под шарик. Что же, наша модель готова и далее мы сделаем для неё текстуру. Перейдём в режим, где мы можем смотреть на рендер. В окне Material Properties, кликаем на New, здесь ставим красный цвет. В фильме этот шарик имеет слегка стеклянную текстуру, вы можете её сделать, если хотите. Выкручиваем параметры Metallic на максимум. Чтобы не делать такой уж эффект для её нижней части, мы просто возьмём её вот здесь. В принципе, готово. И уже сейчас этот шарик смотрится довольно круто. Его можно экспортировать в Roblox Studio и сделать, например, хоррор-карту Цирк. Кстати, это тема на хэллоуинское видео. Но чтобы создать максимально крутую атмосферу, мы добавим землю и освещение. Начнём с земли. Добавляем обычную платформу и увеличиваем его во много раз. Следующий шаг будет созданием текстуры. Открываем Shading. Мы здесь. С помощью кнопки Add нам надо добавить Color Ramp. И соединить его с Roughness на главной панели. Далее добавляем Noise Texture, потом опять Cool Ramp и под конец Bump. Соединяем, как это показано на видео, и меняем настройки по вашему усмотрению. Ну и самое последнее, что нам осталось сделать, это освещение. Добавляем в Add Point Light, меняем силу, цвет. И клонируем сочетанием клавиш Shift плюс D. Чтобы наша фотография выглядела ещё лучше, мы включим эти три галочки. Сохраняем. Ну и на этом всё. Всем спасибо за просмотр и всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok